Приветствую всех фанатов Формулы-1 и автоспорта в целом. Китай – экономическая сверхдержава, в которой проживает почти полтора миллиарда человек. И страна, которая только что пролила контракт на проведение Гран-при Формулы-1. Гран-при Китая проводится на международной трассе в Шанхае с 2004 года, и до тех пор, пока не начался коронавирус. В связи с этим эта трасса пропала из календаря с 2020 по 2022 год. Но недавнее объявление привело к возвращению Гран-при в 2023 году. И это как раз вовремя, поскольку впервые в истории Китай будет иметь своего собственного гонщика на решетке Формулы-1. Здорово, что наконец в Пелетоне появится китайский пилот, хотя это и произошло за счет ухода Джовинации из Формулы-1. Но что более обидно, что из-за этого не достанется места молодому дарованию из Австралии Оскару Пиастре. Гуанью подписал контракт с Альфа-Ромео, чтобы стать партнером Вальтера Боттеса в следующем году. Естественно, выбор команды выпал на него за счет большого количества китайских спонсорских денег, так необходимых команде. А также огромное повышение интереса от китайской аудитории за счет появления китайского пилота. Перед участием в пятничном свободном заезде в Австрии Джоу сказал, что в Китае эту практику будут смотреть больше, чем гонку. И не стоит думать, что он такого высокого мнения о себе. Просто в Китае нет такой культуры болеть за иностранных атлетов. У них нормально, что если условно в финал, проходящий турнир в Китае, не вышли китайские атлеты, то стадион может просто опустить на 80%. Итак, сейчас, наверное, самое подходящее время взглянуть на этого пилота. Теперь я уверен, что некоторые из вас хотят написать в комментариях, что Джоу не будет первым китайским гонщиком Формулы-1. Ну, вы правы, Джоу не первый человек из Китая, который принимает участие в Викенде Формулы-1. В качестве пилота. Это было сделано в 2012 году гонщиком по имени Мацин Хуа, чьи результаты заставляли вас думать, что, возможно, Юдзи Иды или Кармен Джордо были не так уж и плохи. Ладно, может быть, он был не так уж и ужасен, но ничего достойного в свободных заездах, которые он покупал с 2012 по 2013 год, показать не смог. Даже если он и принес немыслимое количество денег, чтобы помочь тем командам удержаться на плаву. Я имею в виду, что в те времена в HRT, по сути, не было денег даже на шины Пирелли. На следующий год команда уже была вынуждена ликвидироваться, даже не найдя покупателя. Другие гонщики, такие как Тунхо Пинь, тестировались для Рено. Е и Фэй участвовал в академиях, но с точки зрения настоящих уикенда Формулы-1, свободные заезды были пределом для китайских гонщиков, пока не появился Джоу, который начал свою карьеру с картинга. После побед на домашней арене в Шанхае и остальном Китае, он отправился в Южный Йоркшир, в Великобританию, чтобы продолжить свои занятия картингом. И его результаты там были достаточно хороши. В 2013 году он выиграл национальный чемпионат Super One и Rotex Max Euro Challenge. И учитывая уровень таланта европейцев, а также то, что ему пришлось акклиматизироваться, к совершенно новому культурному укладу жизни и учить новый язык, пока он еще рос. То, чего он добился за это время, было достойным результатом. Но, конечно, его сердце было приковано к одному чемпионату, поэтому, чтобы достичь его, ему нужно было перейти на гоночные болиды. Начав в Формуле 4 с командой Prima Power в 2015 году, он провел неполную кампанию в чемпионате ADAC в Германии и полную кампанию в итальянской серии. И в то время, как в первом чемпионате он показал смешанные результаты, которые варьировались от подиумов до Олесио де Леде, итальянский чемпионат сложился намного лучше. Он взял 3 победы в том году и финишировал впереди таких известных гонщиков, как Дэйд Бэкман и Роберт Шварцман. Но он финишировал позади своего товарища по команде, Ральфа Эрена. Фактически, он финишировал больше чем в 100 очках позади него, что было довольно большим отставанием. Но это можно простить, если вспомнить, что для Джо это был дебютный год автогонок после картинга. Но если он посчитал этот год сложным, то следующий год не должен был быть намного легче. В начале сезона 2016 года он принял участие в гоночной серии Toyota в Новой Зеландии в составе команды M2 Competition. Он был в достаточно хорошей команде, чтобы побороться за титул. Единственной проблемой для него было то, что в его команду входили Педер Пике, Артем Маркелов, Чехан Даруэлла и Ландо Норрис. Джоу одержал победу в Хэмптон-Даунс и опередил Маркелова в зачете. Хотя Норрис и Даруэлла расположились выше, с большим отрывом по всем показателям, но все это было подготовкой к главному сезону в Европе, где Джоу перешел в европейскую Формулу 3 с командой Motor Park. Этот чемпионат был примерно таким же трудным, как и предыдущие. Его товарищами по команде в том году были Джоэль Эриксон, Ника Карри и Серхио Сеты Камара. Все очень хорошие гонщики, и они доказали это, обойдя Джоу в турнирной таблице всем составом. И в защиту Джоу можно сказать, что в том году он показывал многообещающие результаты. Но, как это всегда бывает, именно с ним результаты так и не пришли. По каким-то причинам. В том сезоне доминировала команда Prima Power Team. Поэтому, когда Джоу подписал контракт с ней на 2017 год, можно было предположить, что все будет хорошо и прекрасно. Ага, конечно. Сейчас самое время упомянуть, что с 2014 года Джоу был частью академии гонщиков Феррари. Поэтому переход в Prima был более естественным, нежели он просто пришел туда с мешком денег и купил место. В том году его партнерами по команде были Максимилиан Гунтер, Колумб Айлт и Мик Шумахер. И хотя он взял верх над Миком, но финишировал далеко позади Гюнтера и Айлта. Джоу завоевал несколько подиумов и продемонстрировал изрядную скорость, но по результатам он просто не мог приблизиться к остальным. Но, несмотря на это, он остался в Prima в 2018 год. По-прежнему в паре с Шуми. Но теперь к ним присоединился Ральф Эйрон, Маркус Армстерн и Роберт Шварцман. Эта команда была всего лишь в одном калуме Айлтя от того, чтобы стать четырьмя всадниками апокалипсиса Академии Феррари. Кто смотрел прошлый сезон Формулы 2, тот поймет. Он начал сезон относительно хорошо. Фактически отлично. Выиграл свою первую гонку в F3 на открытии сезона в По. Его выступления в начале года были довольно приличными. Он завоевал пол в Зандворте и пять подиумов на первых четырех этапах. И перед этапом СПА он занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата Армстронга всего на 10 очков. Но затем все развалилось. И СПА превратилось в сплошную катастрофу. И в течение следующих нескольких этапов он не мог попасть на подиум. Тем временем Мик Шумахер внезапно нашел какое-то волшебное зелье, или в зависимости от того, кого вы спросите, двигатель. Пока его другие товарищи по команде находили места на подиуме, Жоу тем временем как будто тонул. И так продолжалось до конца сезона. Он наконец-то прорвался с победой на последнем этапе в Хеккенхайме, но все еще был ниже всех пилотов премы по итогам сезона. Может показаться, что я обрекаю этого парня на провал. Но честно говоря, я пытаюсь донести до вас, что хотя он показал, что быстро за рулем, это не привело к результатам. А результаты в конечном итоге имеют значение. Это все равно, что актер, который за всю жизнь сыграл хорошо лишь две роли, а остальные 20 бездарно провалил. Я думаю, каждый из вас может назвать хотя бы одного такого актера. Кроме того, не получив результатов, Феррари выставили его за порог в конце 2018 года. Завершив 4-летнее сотрудничество и как бы отбросив Жоу немного назад, вооружившись этими двумя победами в F3, Джоу перешел в Формулу-2 на 2019 год и подписал контракт с Академией Рено на этот год, а также стал пилотом развития команды Формулы-1 на Рено, выступая за команду универтуозия с Лукой Гиота в качестве напарника. Ходили слухи, что Гиота помогал Джоу в настройке машины и развитии навыков пилотирования. Что могло быть правдой? Гиота пришел с многолетним опытом работы, так что то, что он обошел Джоу в личном зачете, не стало сюрпризом. Джоу действительно собрал несколько подиумов и провел достойный сезон, если не обращать внимания на огромный дефицит темпа на некоторых этапах. Но все могло быть и хуже. 2020 год пришел с большим количеством обещаний. Машины виртуозии показывали скорость, а сам Джоу был в хорошей форме. Проблемы для него заключались в том, что его новый товарищ по команде, Каллум Айлот, собирался провести незабываемый год, по крайней мере на всех остальных этапах, кроме Бахрейна. Казалось, что у Джоу есть преимущество. В первой гонке в Шпильберге он взял пол и лидировал, пока не сошел с дистанции по техническим причинам. В это время Айлот проехал мимо и победил в гонке. Этот темп должен был стать стартой площадкой, на которой Джоу мог бы построить солидную чемпионскую кампанию. И да, я говорю о прямой борьбе за титул, но вместо этого, в то время как его товарищ по команде боролся за титул до самого конца сезона, Джоу как бы потускнел, и не показывал никаких признаков борьбы за чемпионство. Джоу никогда не обладал темпом своего товарища по команде. И хотя он одержал свою первую победу во вдова в Сочи, это была его единственная победа в сезоне. В том году он занял шестое место в зачете, отстав от своего товарища по команде примерно на 50 очков, и от пилота, которого многие не очень высоко оценивают, и от еще одного пилота, который не слишком хорошо оценивают. В этот момент все выглядело не слишком блестяще, но надо сказать, что он еще был чертовски заинтересован в том, чтобы попасть в Формулу 1. Но очки суперлицензии имели решающее значение для достижения цели, поэтому нужно добиваться высоких результатов в младших формульных сериях. И вероятно поэтому он принял участие в серии F3 Asia в начале 2021 года, чтобы приблизиться к своей конечной цели, заработав очки на стороне. 2021 год всегда казался Джоу подходящим годом для компании, который можно было бы назвать Формулу 1 или ничего. Оставаясь в сертуозе для последнего сезона в F2, к нему присоединился Филиппе Другович, который доказал, что является быстрым гонщиком. С самого начала стало ясно, что все колдовство, которое Джоу применил в межсезонье, сработало. Он взял пол и выиграл главную гонку уикенда, на открытии сезона Бахрене, начав сезон так хорошо, как только можно было желать. Он выиграл первую спринтерскую гонку на улицах Монако, получил очки за быстрый круг и финишировал в пятерке лучших в главной гонке. Эти результаты, в сочетании с тем, что большая часть решетки Формулы 2 спотыкалась друг от друга, означали, что Джоу уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Оскар Пиастри и Тео Поршера. Но дальше нужна была хорошая стабильная кампания на пути к чемпионству. В таком случае нельзя уезжать с этапов, не заработав очки. Несмотря на победу гонки в Сильверстоуне, Джоу уступил лидерство в чемпионате Пиастри уже к середине сезона. Его уступление Монзи было одним из лучших в сезоне. Он в трехгонках занял второе, восьмое, второе места соответственно. Но перед стартом гонки в Сочи его занесло, и он не стартовал гонку. И все достижения Монзи пошли на смарку. После победы Пиастри в гонке в тот уикенд, Оскар отправился на последние два этапа в Джиде и Абу-Дабе с, казалось бы, неприступным преимуществом. И все же, несмотря на это, мечта Джоу попасть в Формулу-1 вскоре должна была осуществиться. Он уже поучаствовал в сессии пятничных свободных заездов на Гран-при Австрии в 2021 году и получил одобрение от Фернандо Алонсо, который заявил, что Джоу готов к большему. Наконец, 16 ноября было объявлено, что Джоу будет пилотом команды Альфа Ромео вместе с известным ценителем Каши Вальтери Боттесом в сезоне 2022 года. На самом деле, новость разлетелась на несколько дней раньше, после того, как шанхайский дилерский центр Альфа нарушил эмбарго, вывесив плакат с поздравлением Джоу раньше положенного. После того, как вы в общих чертах проследили карьеру Джоу, вы можете сделать несколько выводов. Так заслуживает ли Гуанью место в Формуле-1? Точнее, заслуживает ли он место в Формуле-1 больше, чем такой пилот, как Оскар Пиастре. Пилот, который с первого сезона выиграл Формулу-3 и который с первого сезона собирается выиграть этот сезон Формулы-2, имея преимущество в 36 очков на Джоу за два этапа до конца чемпионата. Это не наезд на Джоу, а на систему, созданную нынешним состоянием Формулы-1. Нехватка мест для пилотов, в сочетании с опасным финансовым положением некоторых из команд. Хотя, говоря об этом, в какой момент в истории Формулы-1 не было ни одного рентодрайвера. Гениальность Пиастре, как пилота, была всегда заметна. Постоянно растущее количество наград, без необходимости в дополнительных годах, или помощь со стороны. Гонщик, который, похоже, обладает ключевыми ингредиентами, необходимыми для успеха в высшем эшелоне автоспорта. Джоу тем временем, как бы это сказать помягче, его юниорская карьера не была столь впечатляющей, как у Пиастре. Если говорить более откровенно, то юниорская карьера Джоу почти напоминает карьеру Николаса Латифи. Несколько приличных результатов, показали хорошую, хотя не блестящую скорость, а затем в свой последний год в младших формульных сериях, Формуле-2, они набрали обороты и проявили свой лучший сезон. Кроме того, Латифи вышел на сцену Формулы-1 без ожиданий. Многие думали, что он будет беспомощен, как младенец, брошенный в воду. Поначалу так и было. Но каждому нужно давать время, чтобы доказать свою ценность, чтобы проявить себя. Эти два года прошли, и пока он все еще находится позади Джорджа Рассела. Он доказал, что является компетентным гонщиком, но насколько компетентным, мы узнаем уже в следующем сезоне, когда Рассел уйдет из команды и Латифи будет бороться с Алексом Албаном. Может не быть напарником кубиц Рассел, то он вернулся бы больше, чем на один сезон в Ф1. Основываясь на этом, мы возвращаемся к Джоу и должны спросить себя, сможет ли он показать себя в Формуле-1. Ммм, он вполне может это сделать. И мы должны дать ему время. В конце концов, у нас уже есть в чемпионате Стролл, Мазепин, да и тот же Латифи. Хоть он и не выглядит как будущий чемпион, но все же, должны ли мы дать ему шанс? Мне кажется, да. Но Альпин, вы обязаны обеспечить Пиастре местом на сезон 2023 года. Надеюсь, вам понравился такой формат видео. А я рекомендую вам, на последних двух этапах сезона, посмотреть за развязкой чемпионата не только в Формуле-1, но и в Формуле-2. Если вам понравилось видео, я напоминаю вам поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать интересные видео. А также теперь вы можете поддержать канал финансово и оформить спонсорство на мой канал. Или же задонатить по ссылке в описании. Буду очень благодарен. А в этом видео я благодарю Аляса из Абхазии, задонатившего 100 рублей. К сожалению, ничего не написавшего, но в любом случае говорю огромное спасибо. Благодарю всех спонсоров канала, подписавшихся ранее и также задонативших ранее. Еще раз всем огромное спасибо. Всем удачи и приятного просмотра гонок.